Девушки отдыхают Девушки отдыхают Энергии, эмоции, света Я не знаю Вот тоже девушка Замечательно Очень рада вас видеть Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Продолжение следует... 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 в этих сложных, невероятно изысканных символах. Их очень много, но их прочитать легко, нужно долго подумать. И вот художник призывает, подумайте, посмотрите, вообще оцените. Я бы не хотела очень долго говорить и утомлять, но позвольте мне немножко процитировать, потому что так сказать можно не только художник. Это слова Львы Георгины. «Каждая картина – это не только набор цветных пятен, это скрытые до времени истории. Рассказья смыслов труд не только художника, но и зрителя. Это яркие рассказы о жизни, о времени и пространстве. Они призывают повнимательнее смотреться в окружающий мир». Цитата. Мне кажется, художники немногословны, как правило, но они очень могут точно и, по сути, выразить. Только на то, что я хотела сказать. Но вообще от выставки очень позитивное какое-то, оптимистическое, радостное ощущение. Я думаю, что вы тоже все это чувствуете. Ну и может быть кто-то есть еще желающий сказать что-нибудь приятное. Конечно. Художник. Я хочу поздравить нас всех с замечательной выставкой. Потому что действительно сейчас это особенно важно. И мне кажется, особенно важно, чтобы мы пережили довольно странный этап. И начинать новый этап в нашей жизни, творчестве, нужно с таких примеров высокого искусства, что мы вот сейчас здесь и видим. Потому что действительно заходишь и поражает вот этот вот свет, цвет и такой авторский подход. Все работы, они светятся. Причем, если вы посмотрите, в принципе, такая очень своеобразная работа с цветом, с цветовыми плоскостями и вложением цвета друг на друга. И все это рождает особый мир. То есть каждая работа – это некий вот свой мир, где есть глубокая философия, где есть переживания того, что есть вокруг нас, того, что есть внутри художницы, и того, что есть внутри каждого человека, который смотрит на эти работы. То есть вот этот вот синтез рождает некое особое восприятие. И каждая работа, она живет вот так, идешь, меняется ракурс, меняется жизнь самой работы, и каждый раз, видимо, по-разному. И вообще, какие-то вот символы прекрасные птицы, птица счастья, я так думаю, да? Синяя птица, что-то нам принесет такое светлое. Это глубокий такой символ, славянский, действительно птица счастья, да? Новгородская известная, берестяная, всех, наверное, дома должна быть. И она здесь живет, и что-то несет там какое-то светлое. И при этом это, да, действительно, это вот язык авангарда, переработанный и самой художницей. И вот тем временем, которое прошло со времен начала XX века, когда все это создавалось, и когда мы говорим о современности и традициях, вот это здесь вот хватало, в чистом виде традиции и современности, когда можно сказать, что да, что-то где-то с кем-то перекликается, и в то же время это совершенно уникальный стиль. И очень хорошее название, какой-то свет, свет, и даже не знаю, хотелось бы, мне даже хочется какое-то слово придумать, чтобы это все сочеталось в одном слове, потому что в работах сочетается все вместе. Нельзя отделить одно от другого, и нельзя отделить вот этот вот мир. Где-то есть такой тонкий мир, где-то есть то, что есть за грани реальности, вот здесь оно тоже есть. И это идет из, наверное, каких-то онкологических времен, такой до нашего дня, проходит через язык авангарда, возвращается к нам уже на новом этапе в XXI веке, вот творческая любовь Иночкина. Так что, мне кажется, нам очень повезло, что мы вот сейчас действительно давно не видя наших аэропорций, вот видим, какой замечательный рост. Спасибо вам большое. Аплодируйте. Поехали. Птица счастья, птица счастья. Мне кажется, еще добавить, я по-первых, пока не была, я почитала статью «Вилосова Лидии» по исключению «Вилосова» из Петрозаводска, и хотел совершенно гениально, мне даже, что-то, на самом деле, почитать, не могу сказать, что-то, потому что он настолько глубоко проанализировал ее работы, и особенно почетует листальность и женственность, ее образ, женский мир, который все ее порождает жизнью. А по всех картинках в сочетании лучизма, клинив и вей-би-рок, то есть у нее... Вей-би-ризма, лучизм, клинив. И действительно, это совершенно найденные уже свои приемы, это уже очень состоявшийся зрелый мастер, который очень свободно работает в своем найденном, так сказать, в своих найденных приемах, через которые она сейчас бесконечно много свободно все больше рассказывает о мире. Мне очень понравилось ее новое направление. Раньше она шла от философии, от философских и исторических каких-то осмыслений. Сейчас у нее весна. Человеческие сюжеты практически реалистичные, но хочется прожать. Сейчас и сегодня. Это почти последний. Да, последний очень. И можно говорить об окружающем мире, таким совершенно необычным языком, распадающимся на эти лучи, сферы. Вообще, нам еще близка Люба, потому что ее работа, они, наверное, на текстиль, и в них они плоскостные, исходят плоскостные, так сказать, формы. Это тоже, собственно, такое женское, то есть не пускаться в эти миры, как вот хвостов Олег там прописывает, или к глубинам, ну там. А тут так вот, по-женски, это почти губильяна, в этом тоже что-то есть. И меня радует тут свобода ее, и просто вот человек радуется. Это очень хорошее направление, я думаю, еще дальше это пойдет. Мы поздравляем после третьей выставки с этими новыми. Я думаю, во время карантин, дед, ты поперла, да так? Нет, мы видим и 2018-й, и 2019-й, ну и 2020-й тоже. Да, работают очень новые, это 4 года после. Хотя каждая работа, допустим, на 3 раза в Союзе, 2 раза еще где-нибудь там, ну это все равно новые работы. Еще хочу рассказать о нашей поиске в Китае, ну вот, в Китае Любу очень полюбили. И я поняла, почему, потому что нас водили по всяким музеям, по выставкам. Китай так, как бы, вот этого направления у них вообще нет. То есть они с авангардом, по-моему, вообще не знакомы, они пошли по пусть и Пушкинской 10, там у них виды пятна, там фактуры всякие, вот. И вдруг они увидели, как будто, это совершенно китайский, я считаю, художественный. Ну вот, потому что в Китае что вложено в картине, это, во-первых, духовность, какая-то философичность и технологичность, то есть сильная рука уже, мастерская. Вот, и, значит, задержали работу на таможне во время праздника, это был праздник Луны. Они праздновали постоянно 10 дней. И поэтому, значит, картины лежали в таможне, и там чиновники ходили, рассматривали картину, нас заставили писать про каждую картину, что она означает. Потому что здесь все-таки есть какие-то символы. В конце них есть либертик, что они не обросли, в них нет карикатуры на власть. Ну вот, и, значит, как-то поняли, что там еще никаких символов таких нет, разрушительных. И это восподуховное, настоящее, китайское, хорошее искусство. Здорово. Спасибо. Боряк, это сложный эпидемиологический. А ключевые слова. Выставка. Открылась. Ура! Правая работа называется «Журавли», а эта работа называется «Берег». Ну, я могла бы назвать «Чайки», но это слишком много. Журавли и «Чайки», да? Тут еще как-то можно посмеваться. Тут журавли, вариантов нет. А здесь видно лоб. Нет, вообще потрясающе. А это мы на даче, раньше такой берег был. Честно говоря, вот дерево, корючие проволоки обмонтаны. Потому что там это погранзона. Понятно. Колючие проволоки были, то ли финская, то ли наши. Северная, наши северные. Это работа 2020 года, «Береговая линия». Не в альбоме, вот, кстати, статья «Леника», то есть. Какая статья «Леника». Ну, он это, как кажется. Я знаю, что он из теста. Ну, вот, в альбоме, немножко. Люба, можно на хроне новой работы? Все аккуратно старайтесь. И что-то у них, вот, в общем, проекте готов. Жалко, да? То есть они сильные, да? То есть вам не перепала халтурка, да? Вот это такая беседа. Большое вот такое было. Я уже, да. Чтобы понятно было, с кем беседуют. Я их и снимаю. Георгины и работа. Как бы так. А вот так переводить на работу, она в таком-то колоритии. Да, так она у меня в кадре. И картина, и цветы. Называется «Серия эпизодов из жизни. И я здесь была». Союз художников Санкт-Петербурга. И вот в дар получила книгу от автора. Любовь Иночкина, художник. Состоялось открытие выставки. Она мне подарила, потому что мы давно знакомы. «Серия эпизодов из жизни». «Серия эпизодов из жизни». «Серия эпизодов из жизни».